Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в наш канал! 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 Роман Роман Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Спасибо за то, что ты нас, людей земных, людей земли этой, делаешь людьми неба. Людей, выросших в земных измерениях, делаешь людьми своих небесных измерений. Спасибо, Господь, за милость и благость, за благодать Твою, за спасение, за жизнь, за Духа Святого, дорогого Твоего, бесценного, прекрасного. Спасибо за благость, за милость. Учи нас сегодня, Господь. Боже, то, что мы вчера узнавали из свидетельства, из истории христианства, из Писаний. Бог всемогущий, продолжи сегодня, говори к нашим сердцам, учи нас для великого труда, благостави виноградник сей и посети, и благостави доброй винограды во имя Христа Иисуса. Аминь. Аминь. Благодаря старинам Господа. Пожалуйста, присаживайтесь, друзья. Доброе утро, братья и сестры, дамы и господа, во Христе Иисусе. Я очень рад продолжить сегодня с вами это время. Это для меня огромное благоставение послужить в Академии здесь с такими горящими, огненными, верующими людьми. Слава Богу. И, дорогие друзья, я рад записку. Если есть еще какие-то записки, передавайте. Я уже на основании ваших вопросов продолжу. Знаете ли, потому что там были разные вопросы, и очень интересные есть. Есть разные. Не провокационные, а такие как бы острые вопросы. Острые. И, дорогие друзья, вчера я говорил о некоторых заблуждениях. О том, как историческое христианство попадало в некоторые проблемы. Знаете, сегодня я хочу начать с одного местописания. Из Библии, из Евангелия от Иоанна, 8 глава, 32 стих. Хочу сегодня это эпиграфом взять занятием. Иоанна 8, 32. Где говорится, и познайте истину, и истина сделает вас свободными. Истина освобождает. Истина ничего другого не делает, а только лишь освобождает нас. И, дорогие друзья, действительно, через познание истины приходит свобода. Иисус в контексте этой главы, да и Евангелия всего, говорит это к верующим. Он не говорил это не для неверующих, он говорил это верующим. К тем, кто уверовал в Него и шел за Ним и даже был Его учеником. Знаете, эти слова Иисуса, к сожалению, к великому сожалению, большая часть учеников, большинство, если не сказать, что почти все, посчитали неким оскорблением, посчитали неким, таким, знаете ли, унижением. Печально, но многие очень люди и сейчас совершают такие же ошибки. Многие верующие сегодня обижаются, ну, по сути, на Иисуса, когда им говорят, нужно освобождение, нужно познание истины, необходимо освободиться от того, от сего. Многим это кажется чуть не оскорблением, особенно многим служителям, многим тем, кто себя действительно видит апостолами, служителями божьими. И, к сожалению, это, ну, как бы, всегда фактически совершается на этой земле на протяжении двух тысячелетий. И в те времена было так же. Дамы и господа, нам не надо обижаться на Иисуса, нам надо смиряться. Бог гордо противится, а смиренным даем благодать. Если Он говорит верующим, что нужно освобождаться, надо освобождаться. Знаете ли, если Он говорит, что познаете истину, надо познавать истину. Если Он говорит, что истина сделает нас свободными, так и будет. Истина сделает нас свободными. И, знаете ли, свобода, она никогда, согласно всей Библии, абсолютно всей Библии, от бытия до откровения, свобода никогда на блюдечке с каемочкой вот так вот, for free, халява, никогда не бывает. Знаете ли, дамы и господа, братья и сестры, всегда, согласно Божьему Слову, за свободу надо драться. За свободу надо очень много платить. И, я думаю, ну, самым таким хорошим примером, хорошей иллюстрацией является Пасха. Песех. Пасха. Действительно, потому что для кого-то, может, Пасха это просто красный день календаря, это просто еврейские традиции, или христианские, оккультные, какие-то еще традиции, я не знаю, но на самом-то деле, праздник Пасхи, это праздник свободы. И главная тема как раз именно свобода. Это самое драгоценное слово. Знаете, или не даром в любой культуре человеческой наказание, наказанием является лишение свободы. И, хотя есть, конечно, люди, которые уже, ну, считают, тюрьма дом родной, век свободы не видать. Я общался с такими людьми, и общаюсь, бывают, встречаюсь, когда служу в местах не столь отдаленных, свыше ста, одно время почитал я, свыше ста колоний и тюрем посетил с проповедью Слова Божьего. В том числе общался я с людьми, которые всю свою жизнь фактически провели за решеткой. То есть, они очень мало времени находились на свободе. Почти вся жизнь, я разговаривал со стариками, со стариками, которые всю свою жизнь порядка 60 лет провели за решеткой. 50-60 лет. Ну, это в общем сроке, там, как бы, знаете ли, страшные истории. Один раз со мной беседовал один человек, он сидел за убийство, двойное, там, по-моему, убийство было в последний срок, и он всю свою жизнь тоже провел в этих местах, и он сказал, что вот скоро уже, ну, как бы, он должен был выйти уже, но, но, он боится этой свободы. У него здесь дом родной, здесь у него, как бы, ну, коллектив, его уважают, авторитет какой-то. Вот эти люди, что охраняют, их, как бы, они тоже его, как бы, знают все. Вот, и, а там на воле никого нет у него, ни семьи, ни кола, ни двора. И, знаете, хотя есть и такие люди, но все равно, если копнуть глубже, когда беседуем глубже, все равно, человек понимает, что ему нужна свобода. Это самое драгоценное слово. Знаете, друзья, для верующих людей, наверное, это слово должно быть особенно драгоценным. Если неверующие люди это ценят, этим дорожат, то верующие должны этим дорожить еще более. Иисус пришел нас освободить. Для меня пасхальное приветствие Христос воскрес. Это знак того, что Он пришел разрушить всякую темницу, пришел вывести измученных на свободу, пришел на самом деле совершить это. И то, что многие люди сегодня в окопах и в темницах греха, проклятия, беззаконие, в гробах, это не Его вина. Он заплатил сполна за свободу всего человечества. Он заплатил сполна за каждого из нас. Его крови было пролито достаточно, чтобы искупить весь род человеческий на все времена, на все века. И всякий, кто призовет Его имя, спасется. Абсолютно всякий. На любом месте. Здесь вопрос не конфессии, не деноминации, вопрос свободы. И знаете, друзья, настоящая церковь, любая, много конфессий, я за эти годы общался с разными конфессиями, разными деноминациями. уже больше 20 лет общаюсь с очень разными верующими. До того, я вчера рассказывал немного о себе тоже, до 96-го года я общался только лишь с промостралными христианами. Исключительно, как бы, варился в таком котелке как бы своей конфессии. И я не думал, что за периметром моей деноминации есть что-то, ну, в общем, Бог есть. Я думал, дух дышит только лишь там, где, значит, как бы, мы, собственно. А за периметром, значит, православия, как бы, ну, он не дышит. И вот я вчера рассказал, как попал впервые на собрание к висятникам. И одно из первых откровений у меня было такое. Уже дома, уже когда, как бы, знаете ли, приходил в себя после вчерашнего. Вот. Утром, ну, и жене рассказываю, и сам вот размышляю. И одно из первых у меня таких откровений, что дух дышит, где хочет. Как? А Григорий в соседе был. Да, да, да. Нет, хороший брат, я очень люблю его. Он сейчас пресс-митером в этой церкви. Хороший очень брат, Григорий. Он был потом, но я уже стал потом посещать. Я стал переодеваться в гражданку, чтобы сильно так в ряде не мелькать там на публике. Ну, все равно, конечно, разговором было не оберешься. Но, знаете ли, братья и сестры, с кем я общался, конечно, я понимал, что у них своих тараканов писательских хватает, у нас своих тараканов православных, но не в тараканах не скажу дело, не в этих проблемах дело. Важна сама суть. И я пообщался, кстати, еще с одним белорусским братом, он как раз приезжал с Белоруссии, и он, по-моему, город Лепель, или как-то так вот называется, он рассказывал о ситуации в своем городке, и он говорил, что там у них две десятки писательские, ну, такие же, которые я тогда узнал, но у них как бы не было общения много лет между собой, они не общались. В маленьком городке это такой позор был. Знаете, это неверующие люди, ну, как бы, кто смеялся над ними, кто там, значит, как бы тыкал в них, они доходили до смешного. На базаре идут, допустим, где-то, с неверующими здороваются, а тут же верующий идет, от него отворачивается, нос воротит. Знаете ли, а вся проблема в том, что поссорились из-за какой-то чепухи вообще, из-за мытья ног, по-моему. Хотите верьте, хотите нет. Значит, просто в одной церкви есть обряд, перед причастием они там моют ноги друг к другу, а другие это просто дома делают. Вот как бы, и вот насчет этого они поссорились. То есть чисто из-за санитарных таких вот, понимаете ли, норм каких-то, я не знаю, обрядов, обрядов. Понятное дело, что это дело в обряде было. Но неужели обряд омоления ног, он, знаете ли, если бы Иисус бы вот как бы пришел туда между этими церквями, и сказал, вообще не мойте лучше ноги, чем вот так вот вы ссоритесь друг с другом, вот так вот, знаете ли, из-за чепухи. И, а вот этот брат, он был помощником пресс-фитера, по-моему, тогда. Ну, или, ну да, где-то так. И этот брат рассказал интересную историю. Я вот очень переживал по поводу, он молодой и такой новообращенный, и переживал по поводу разделения между их церквями. Я вот стал много молиться, поститься о том, чтобы вот этот позор ушел из нашего городка, чтобы церкви как-то примирились наши. И вы знаете, значит, он рассказал мне, что он видел Иисуса, видение было. Иисус сказал ему примерно следующее, я не помню дословно, но примерно так же. А, он молился, взывал и говорил, как разрушить эту стену, как бы, вот эту, чтобы упала эта стена между церквями нашими. А Иисус, явившись, ему сказал примерно следующее с его слов, что ты не призван как бы рушить эту стену, а ты призван говорить обо мне. а я, говорит Иисус, прохожу через любую стену. И знаете, и вот это на него так сильно подействовало, что он с того времени стал вообще говорить не об этих вещах, когда его провоцировали говорить об этих вещах, он принципиально отказывался, значит, и начинал говорить только Иисус, 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 об Иисусе, об Иисусе. И знаете, удивительно, это пробивало стены. Иисус проходил через эти стены к сердцам людским. Я думаю, что это очень сильно, потому что как бы не закрывались некоторые конфессии, динаминации, как бы не закрывались некоторые верующие от других, как вот те первые ученики страха ради своего иудейского, взяли, позакрывались, знаете ли, вот сейчас с обысками, с арестами нагрянут у нас, знаете ли, вот не до жиру, как бы живу, знаете ли, какая там всемирная глобальная евангелизация, нам бы самим посохраниться бы. Они там в своей секте закрылись и сидят, знаете ли, сидят по тьмах рабочие. Но что случилось? Вдруг к ним туда в эту секту пришел Иисус и сказал шалом, друзья, мир вам, успокойтесь, релакс, успокойтесь, чтобы действительно пришел мир в сердца человеческие. И слава Богу, эти ученики, они приняли этот мир, они успокоились, потому что, когда мы принимаем мир Божий, его шалом, мы не сектанты, сектанты не мы, тогда мы настоящие верующие. И эти вчерашние трусы стали великими евангелистами, и они несли Евангелие Христа, и даже если некоторых из них даже убивали, они, знаете ли, не проклинали свою судьбу, не рвали волосы на голове, и не проклинали своих убийц, а благоставляли и взирали на начальника веры, и совершителя веры Иисуса Христа, покоряя народы, целые народы буквально Евангелию Иисуса Христа. Удивительная история. И вот сегодня я благодарю Бога за служение примирения, которое Бог дал нам верующим. Дамы и господа, братья и сестры, очень важно, чтобы уверовавшие люди не стеснялись освобождения, не стеснялись вот самой необходимости освобождения. Знаете ли, я слышу многие, разговариваю с разными же верующими, разными пастырями, разными служителями, и очень часто нарекания, одно из основных нареканий в адрес как раз возрождения, вот, они все, они помешаны на освобождениях, гоняют весов, надо, не надо, как бы, значит, там, направо, налево, значит, хавайся. Но, знаете, истина в том, что на самом-то деле это правда, что нужно освобождение. Человек без бесов хороший человек. Я бы это много раз убеждал. И, знаете, много очень там примеров, тоже меня просили в записках рассказывать некоторые вещи об освобождении. Интересные вопросы. Я могу рассказывать много и о том, как я освобождался, я освобождаюсь от многих вещей, о том, как я освобождаю других людей, молюсь за их освобождение. И это очень хорошие примеры из жизни, из служения, и это очень, ну, просто меня это восхищает. И, знаете, мне, вот, в 96-м году, кроме такого умственного освобождения, что ли, переубеждения, очень важно было, как я сейчас понимаю, получить освобождение от этих бесов, которыми, ну, я был на шпиговом просто-напросто, как вот эта пекинская утка, наверное. Я не знаю, но, действительно, это было так. Если бы мне кто-то сказал бы, вот, наверное, со стороны отец Сергий, батюшка, дорогой, вот, бесы, надо освобождаться, я бы, наверное, вот крест животворящий бы там, наверное, не знаю, я бы, чур тебя там, наверное, что-то еще бы сказал, не знаю. Ну, знаете, ну, как бы, правда в том, что большинство людей, подавляющее большинство людей, о котором нужно освобождаться, они этого не понимают. Вот, к сожалению. И самое интересное, даже, ну, странное для меня, даже до сих пор странное, что неверующие люди лучше понимают, как правило, что им нужно освобождаться. Вот, религия, наверное, делает такую работу грязную, гордыни питает какую-то, такую особенную, которую человека делают не простым, знаете ли, а вот каким-то сложным. И простые люди просто освобождаются. Сложные люди очень сложно освобождаются. На практике, вот, в моем служении, когда я изменяю бесов, то, как правило, неверующие люди быстрее принимают это и с легкостью просто, ну, соглашаются, освобождаются, принимают Христа, уверовали, все. Но, самые проблематичные случаи, вот, в моей практике, это те верующие, которые уже много лет верующие, десятилетия порой верующие, 20, 30 лет, 40 лет верующие. и их освобождение, я скажу так, освобождение некоторых из них даже до сих пор еще под вопросом. То есть, очень сложно. Там, знаете ли, такие, как бы, дебри репейника, религиозного, что так держатся, что, и не знаешь, почему порой. Но некоторые, за эти годы, некоторые ответы я получил. Некоторые ответы получил, во-первых, из Библии, из Слова Божьего, как Рема, как Откровение. Во-вторых, из практики, молитвенной практики от Бога. Некоторые Откровения от бесов, будем так говорить, даже их признание. Люди дают место дьяволу. И религия это такая питательная среда, которую, знаете ли, дьявол по праву считает своей территорией. И это не важно, какая религия, протестантская, или православная, или католическая, здесь не то важно. Есть, я много говорю о заблуждениях православных, я считаю себя уполномоченным это делать, и считаю себя обязанным даже это делать, потому что на мне есть эта обязанность. Потому что я сам выходец из традиционного православия, и я знаю, о чем я говорю. Допустим, о проблемах протестантской церкви, я обязан, ну, я убежден, обязаны говорить те, кто сами выходцы из традиционного протестантизма. Они знают, они жили этим, они были напичканы протестантскими бесами этими, и выйдя из этих структур, они знают, о чем они говорят. Выходцы из католической среды, они знают католических бесов, и они говорят об этом освобождении. Я говорю о православных, наших бесах, чтобы люди освобождались от них, и понимали, что это не наше, а наше, это Дух Святой. На самом деле, истина освобождает. И правда историческая, кстати, тоже очень сильно помогает людям как бы отказывать дьяволу в праве действовать, отказывает врагу в праве на свою территорию. Это очень важно. Для меня это было очень архиважно даже. В 96-м я вчера кое-что рассказал. Я рассказал о том, как прочитал Эрна Штеггина. Эти простые проповеди, очень простые, они вот как раз и подкупают своей простотой. Знаете ли, там Христос, там как бы Иисус, центр, и Евангелие не просто как открытие какой-то философии конфессиональной, а именно Евангелие как есть. И это подкупало очень сильно. Так вот, дамы и господа, эти проповеди сыграли хорошую работу в моей судьбе. Я очень Богу благодарен за Эрла. И хотя мы в земной жизни не виделись, не знаю, увидимся ли, он уже старец, уже никуда не летает, живет там в Южной Африке, я в Африке ни разу не бывал, но если побываю, хочу его еще в селе, конечно, увидеть и пожать ему руку. Но если не увижу, то я хочу на небесах тоже поприветствовать и очень сильно поблагодарить за его работу, которую он сделал. В моей судьбе, по крайней мере, я думаю, убежден глубоко, что в моей судьбе это было кульминационно вообще, очень важным событием. Так вот, и что сделали проповеди Эрла в моей судьбе? Они просто направили меня назад в Библию. Как в фильме, «Назад в будущее». А это «Назад в будущее», то есть «Назад в Библии». Это очень важно. Вот это и есть реформация. Знаете ли, после прочтения проповедей этих, переживаний этих, в тот же день я нашел свою Библию, которую возил с собой не на славянском языке, я на священии, конечно же, как и тысячи моих коллег, читал Библию, как ей положено, на всех служениях, каждый день что-то прочитывал, безусловно, конечно же, сто процентов. «Вовремя луна, извини, сусы разолим, я свой семей кофе купил». И прочее, прочее, прочее. Я это читал, я читал, но что-то касалось, безусловно, конечно же, касалось. Я не говорю, чтобы прям было все прям сухо так вот, знаете ли, но это было, ну, с гульки нос, это было совершенно капелюшки, которые, ну, не напитывают душу. Знаете, друзья, я нашел свою синодальную Библию, русскую Библию, я открыл ее от волнения в те минуты, я даже не мог ничего прочесть. Это та самая Библия, которую когда-то я читал, которая до 88-го года была в моей просто книгой, в которой я жил, в которой плакал часто тогда, и которая была просто, ну, от этого всего, хотя старался не мочить ее, но просто ревел. Ревел там девчонка, значит, и, значит, от радости ревел больше, наверное даже. И вот это незабываемое чувство, оно, ну, очень сильно, не знаю, меня благооставляло и помогало, поддерживало. И знаете, и вот в 96-м уже я открыл эту Библию и не могу ничего прочесть. И знаете, я вчера говорил о том, что слышал однажды в жизни громкий очень голос Бога, но как и это было однажды в моей жизни, вот, ни до того, ни после того я ничего даже близко не ощущал такого и не слышал, но как и у многих других верующих, у всех, наверное, почти верующих, у меня были такие моменты, когда я знаю, что Бог говорит, и это было как будто моя мысль, но это не моя мысль, явно, я же не дурак с собой разговаривал, и тем более это было так, нарочно не придумаешь. Представляете, я сижу с этой Библией, смотрю в нее, волнуюсь, и как мысль такая, но это явно не моя мысль, он обращается внутри меня, но это не мои мысли, и он говорит, Сережа, посмотри, а я смотрю, как пора на Новый Город. Я, просто в растерянности, а потом пауза такая, и этот голос, как бы, как мысль продолжается, почему тебе было все хуже и хуже, ты старался больше и больше, а было все хуже и хуже, вот так вот, и опять пауза, я вообще в растерянности, представляете, в кои-то веки услышать такое, тишина, и потом, после паузы, я опять, я только смотрю, и все, и в изумлении от всего услышанного этого, и тихо внутри так же мысль это говорит, как внутри меня, потому что слово мое, оно ушло из твоей жизни, и все, откуда пришло, куда ушло, все, больше в тот день ничего не слышал, эта мысль прекратилась, но это явно не моя мысль, она как бы внутри звучала, четко, но это не ушами, это где-то внутри, где-то, и представляете, и здесь все, интуитивно я догадался, в ту же секунду буквально, что здесь, знаете, как в разговоре, что он ждет, что же я скажу сейчас, про чувство очень четко, знаете ли, блаженное такое чувство, у многих верующих бывает такое, я очень благодарю Бога за вот это чувствование, когда мы ощущаем не просто нужду в том, чтобы он говорил, а нужду его в том, чтобы мы говорили ему что-то, это как в разговоре, если люди воспитаны, да, они ощущают, чувствуют, что вот сейчас твое время, ты должен что-то сказать им, и понимать, и правильные слова сказать еще, знаете ли, правильно, не навредить, не что-то еще там, глупости какие-то, в такие, порой время проходит, допустим, я когда родного брата хоронил, знаете ли, я вчера говорил о воскрешении, но были моменты, когда воскрешение не состоялось, и вот один из таких тоже моментов, когда самых дорогих и близких людей хоронишь, и это не совершается, я до последнего надеялся и верил, что это совершится, вот, и я хотел, чтобы Дима был евангелистом, я видел его таковым, я молился за него, и потом, когда уже после похорон, уже знаете ли, все, молюсь, и знаете, подумал так, вот, наша последняя встреча с ним, последний разговор, он какой-то несуразный произошел такой, как-то ни о чем, как-то так обидным было, ну, надо же, если бы обмотать время назад, если бы я сейчас, вот, я бы на него за шкирки взял бы, спотил бы, и, не знаю, ну, не ударил бы, конечно, но, ну, чтобы молись, давай будем молиться сейчас, а я как-то вообще так, я еще приеду, еще, ну, поговорим, так глупо себя чувствовал вообще, и, понимаете ли, многие другие моменты с другими людьми, потом проходит время, понимаешь, надо было говорить так, надо было сказать это, или то, но самое позорное, когда понимаешь, что перед Богом не те слова говорил, не так молился, и, слава Богу, что он дает время, есть у нас с ним время на исправление, и вот, так хорошо, когда в десятку, когда сама суть, знаете ли, по знанию, слово знание, когда говоришь саму суть, то, что нужно, и тогда, вот в 96-м, я говорил Богу такие слова, я даже сам удивился, надо же, как красиво получилось, думаю, как бы, как эго у меня вышло, я сказал ему примерно так, что, даже не помню всех слов, но примерно так сказал, что безопаснее для меня доверять твоему слову, я сказал, что слишком много разных учений, но на самом деле в моей церкви, ну, так как в православном, традиционном христианстве, в котором я, как бы, жил, очень много противоречий, я думаю, любой нормальный священник православный, он со мной согласится, об этом не говорится на публике, об этом не говорится, ну, как бы, так вот на, об этом не принято вообще говорить, фактически, вот, и, но когда, даже в семинариях уже, на занятиях там проскальзывают такие, крамольные такие речи, знаете ли, ну, а тем более уже, потом, когда священник уже служит, продолжает самообразование, читает отцов в церкви, видит, ну, я лично еще на занятиях семинарских, вот, в Загорске, в том самом, в 88-89 годах, и, и также в Ленинграде, кстати, общаясь со студентами некоторыми, с учащимися там, семинарии, академии, я понимал, что слишком много противоречий, ну, допустим, но, но выход какой, в 96-м я сказал ему, Богу, я сказал своими словами, ни иже истины, небеси там, или, или что-то еще, чушь какая-то, нормально, можешь говорить, вот, говори Богу нормально, вот, и, я нормально ему говорил, я сказал, что безопасно для меня доверять твоему слову, вот так я ему сказал, и, знаете ли, я не пережил какого-то такого стресса, в тот день, ну, не знаю, но, спустя годы, я вспоминаю об этом, вот, разговоре нашим с ним, я просто благодарен Богу, и у меня такое ощущение, что тогда, в тот день, какой-то тумблер у меня внутри переключился, вот, что-то изменилось, что-то щекнуло там внутри, потому что, знаете, с того момента, вот, как вот, не знаю, как по маслу все пошло, вообще, с того момента, вот, я читаю Библию, и все пересматриваю, свое служение, учения, в которых я вырос, в которых рос, знаете, будучи священником традиционным, я, конечно, порой завидовал простым бабушкам, которые, особенно, не вникают, ни во что, вот, вот, и приходят в храм, свечку поставили тому, святому, всему, там, пятому, десятому, как бы, и все, справили свои религиозные нужды, как говорили раньше, бежит, куда, по нужде побежал, религиозный, справит свою нужду религиозную, потом с храма идет, полегчало, справила свою нужду религиозную, значит, как один батюшка там говорил, вот, храм превратили в туалет, по нужде бегают, религиозный, но, на самом деле, я думаю, Ну, не я один, но я лично даже завидовал простым бабушкам, которые просто приходили в храм, особенно не вникали в православие, оно им как бы и даром не нужно. Просто им чисто практически, чтобы там поросят они молили, чтобы там как бы... И вот они просто молились, свечки ставили и все. Особенно не вникали в учение отцов в церкви. Но я тоже вникал, работа такая, знаете, и мне интересно было самому. А эти отцы учили, кто вправо, кто влево, кто в огород, как лебедь, а так и щука. Знаете ли, патристика это такая наука, что это, скажу, как вы говорили в семинаре, без 100 грамм не разберешься, и 100 грамм не поможет. То есть на трезвую голову вообще бесполезно это все учить, потому что отцы церкви учили диаметрально противоположным вещам, абсолютно противоположным вещам. Знаете ли, ну, самый такой пример для меня, как бы такой выпиющий был, это вот современники Иосиф Балакаламский, и вчера я упоминал в 15 веке-то Нил Сорский. Иосиф Балакаламский и Нил Сорский. Два отца церкви жили в одно время, современники, но учили диаметрально противоположным вещам, и даже доходило до того, что отказывали друг другу даже правильно называться христианами. Вот, но самое интересное, оба святые православной церкви обоим свечки ставят и тому и другому. Но на самом деле это два разных христианства, даже две разных религии вообще, по сути, то, чему они учили. Ну, как бы, рассказать или... Ну, может, пригодится, я не знаю. Ну, там таких примеров очень много, просто это самый для меня такой был тогда, как бы, актуальный пример. Допустим, Иосиф Балакаламский, значит, он, ну, да, стяжатели, не стяжатели, как бы, как их называли там, и осипляне, и не стяжатели. Вот, Иосиф Балакаламский, а здесь Нил Сорский. Вот, можно так вот, мы обычно рисовали вот такие, как бы, графики, такие схемки. Иосиф Балакаламский, Нил Сорский. Нил назвали, да. Вот, допустим, там ставили первое, второе, там третье. Вот там их много пунктов, и по всем пунктам они учили вообще прямо противоположному. Допустим, о Библии, чему учили. Иосиф Балакаламский считал, что Библия это не для средних умов. И вообще Библия это только лишь для церковного пользования религиозного. Что она не для изучения, тем более не для простонародья. Даже, ну, как бы, скажу, что Библия это книга закрытая, которую бесполезно понимать. Обычно иллюстрация слов Иосифа Балакаламского семинаристы доносили примерно так. Это было как раз в начале 88-го года. В Загорске сами семинаристы, будущие священники православные, говорили так. Кто Библию прочтет полностью от и до, с ума сойдет. Вот это как бы иллюстрация была, в принципе, и о степлянстве, будем так говорить. И это мнение было не только одного-двух семинаристов, это было общим таким. Поэтому, когда я-то понимал, что, значит, я-то Библию прочел уже не раз уже. И, значит, и, ну, думаю, говорить об этом лучше не говорить, а то за психа сочтут точно. Поэтому я так маскировался, значит, таился. Но, знаете, действительно Иосиф так считал, ну, явно был человек невозрожден, я так понимаю. Потому что, если бы один из признаков возрождения духовного, это как раз любовь к Слову Божьему. Ну, как бы, ну, это нормально, естественно, знаете ли, ну, как бы, как лакмусовым бумажечкам проверять, что там в этих колбочках, да, щелочки, слота. Вот как проверить, как проверить, вот, ну, нутро человеческое. Все же вроде как верующие, все вроде, и бесы тоже верующие по-своему. То есть, и трепещущие даже. То есть, как бы все, ну, как проверить нутро человеческое, да, вот, заговоря об Иисусе, заговоря о Слове Божьем. Если нормальный верующий, да, он действительно не понарошку, а по-правдушному, у него реакция здоровая на Слово Божье, знаете, он любит Слово. Вот это хорошая проверка. Поэтому, скорее всего, Иосиф, хотя он и святой православной церкви, но он был человек невозрожденный. Нил Сорский учил прямо противоположному, то есть, это со знаком минус, здесь со знаком плюс. Нил Сорский учил, что Библия – это книга для всех. И для простых христиан, и для горожан, и для селян, и для знатий, и для черни, для всех. Не только для служебного пользования, но для верующих. И за это он много пострадал в свое время, значит, но он этому учил. В храме, где я служил, в одном из храмов, там Нил Сорский и Иосиф Волголамский были вместе, знаете ли, друг против друга. И там свечка, и там свечка. Люди особенно не вникают, но на самом деле, ты либо одному должен поверить, либо другому, что они говорят вообще. Разное совершенно. Там, о чем они? А, отношение к власти, государственной власти. Значит, Иосиф Волголамский, он был ярым сторонником цезарепапизма. То есть, подчиненности церкви государства. Ну, это, в общем-то, и сыграло такую огромную роль в том, что его учение стало, как бы, генеральным учением русской православной церкви, вот, со временем. Так вот, значит, Нил Сорский, он держался, ну, другого совершенно понимания. Он говорил всегда, что кесарево, кесарево, да, значит, ну, цезарево, значит, цезарево, получается, да, а Богу Божьим. То есть, он считал, что надо церковь, церковь должна иметь в этом отношении, ну, такое, отношение нейтральное. То есть, с одной стороны, да, мы к цезарю, но с другой стороны, мы относимся к Божьему царству. То есть, вот, у него такое было отношение. К рабству Иосиф Волоколамский был за рабовладельчество, за, по сути, то, чтобы монастыри жили за счет крестьянских хозяйств, значит, используя рабский труд тысяч крепостных. Иосиф Волоколамский был противником и работорговли, и рабского труда, и крестьянские хозяйства, которые были, значит, в подчинении как-то вот их, этих монастырей, они с ними строили партнерские отношения, то есть, не, ну, будем так говорить, не нажимались на них. Вот, то есть, совершенно другие отношения, абсолютно. Иосиф Волоколамский, он был за смертные казни еретиков. Он считал, что даже за пытки и казни, в своих книгах он об этом очень подробно рассказывает. Его книга «Просветитель» с последними главами, как раз, где раскрывается идеология инквизиции православной. И он рассказывает, что, как нужно пытаясь, там, ломать ребра, пальцы, там, значит, там, и снимать кожу живого человека, заставляя его отрекаться от ересей. Но даже, когда человек отречется, его нужно убивать. Он убежден был ради того, чтобы другим было неповадно, чтобы другие были. То есть, эти муки были для спасения души, а казнь для спасения душ других людей, окружающих. Вот, Нилсорский был категорическим противником не только пыток, но и смертной казни еретиков. Он считал, что наши методы – это убеждение, что мы должны действовать методом убеждения. И даже многих еретиков, как бы беглых всяких и прочих евреев, христиан, он прятал в своих обителях, не соглашаясь с ними по идеологическим причинам, но пряча их от смерти верной. Потому что, как бы, если бы их выдали, то их пытали бы и казнили. Вот, Иосиф Волоколамский обустраивал монастыри обязательно. В каждом монастыре карцеры, в каждом монастыре пыточные камеры, в каждом монастыре дыбы, душегубки эти знаменитые, дымом умореные. Когда, значит, забивали людей туда, в эти камеры, внизу разжигали небольшой огонь, забрасывали листвой, чем-то еще, и этим дымом коптили живых людей до смерти. То есть, как бы, и много других. В православии инквизиция была очень жесткая, очень жесткая. И имеющая уже такой, ну, как бы, многовековой опыт. Но Нил Сорский был категорически противником вот этих пыток. В его монастырях не практиковали ни карцеры, ни пытки, ни дыбы, ни костры. То есть, он был противником. Но, к сожалению, московский князь, тогдашний Иван Третий, там, еще кто-то, значит, они были сторонниками именно иосифлянства. То есть, Иосиф, и был собор, даже, кстати, в русской церкви, в 1490 году, да, был собор в Москве, где обе эти фракции были представлены. Сторонники Нил Сорского присутствовали там, ну, это, как бы, меньшевики, можно их назвать. Потому что их было меньшинство, ну, как бы, заметное меньшинство. И, так же, сторонники Иосифа Волоколамского, это, как бы, большевики. Заметное большинство, ну, так, процентно говоря, ну, больше 90% участников этого собора были сторонники Иосифа Волоколамского. И лишь небольшая часть священнослужителей, понимая, что их за это могут всех самих казнить, но они все-таки поддержали Нилу Сорского. Впоследствии все вот эти, как бы, меньшевики были, ну, казнены. Значит, в Москве на Красной площади сжигали очень активно священников тогда и прихожан, богословов некоторых, значит, ученых, которые, ну, после собора. Значит, Нил Сорский, он не дожил до костра, он сам умер уже, он был стариком уже глубоким, умер от старости. Вот, и, ну, как ни странно, со временем прошли столетия, его канонизировали как святого, значит, и, в общем-то, теперь можно молиться и тому, и тому. Теперь и учение того, и учение того, оно является священным преданием. И, в принципе, знаете ли, ну, несовместимые продукты, знаете ли, вот почему такой религиозный, как бы, понос, простите, совершается в православии. Потому что совершенно несовместимые вещи, абсолютно, не знаю, это никакой организм не выдержит, никакая конфессия не в состоянии выдержать подобных продуктов вместе. Так вот, дамы и господа, и на соборе в том самом присутствовали, конечно же, князья, присутствовали там, ну, тогдашние олигархи, будем так говорить, да, как бы богатые люди, которые имели денежки-то, но, хотя и князь, его семья, московского князя тогдашнего, имели очень сильные свидетельства исцеления, потому что, когда болело его, кто там, племянница, кто-то еще болел, обращались за молитвой не к Иосифу, а к Нилу шли, и Бог исцелял через как раз Нила Сорского-то. Вот, к Иосифу только лишь можно еретиков было на казнь отправить, на дыбы, значит, на костры, и все. Но, когда зашла речь о том, чтобы на соборе был вопрос поставлен ребром, значит, чье же мнение правильное, то князь встал все-таки на сторону Иосифа Волоколамского. И подавляющее участников, количество участников собора проголосовало за то, чтобы для русской православной церкви политика Иосифа, его позиция была генеральной. И до сих пор решение собора не отменено, до сих пор иосифлянство является, по сути, генеральной линией православной русской церкви Московского патриархата. Это как бы юридически, да юре, как бы, да юре. Ну, фактически все меняется часто, но юридически оно как бы вот так вот. И вот такой был собор, вот такие были события. Кстати, этот собор был в 90-м году. А в 1492-м ждали конца света. Это тоже очень интересная история. Коль затронул эту тему, надо рассказать будет, а то непонятно. Почему вообще собор решили проводить? Перед тем пал Константинополь, пал Византия. Россия, в общем-то, время такое было непростое. На Руси такие были, как бы, эсхатологические ожидания, будем так говорить, конца света. Потому что с самого крещения Руси, еще Киевской Руси, помните, да? Когда было крещение? В 988-м год. Да, совершенно верно. С 988-го года, начиная вот до того самого 92-го, 1492-го, было ожидание вот этого конца света. Потому что на Русь, Киевскую тогда, когда пришло христианство официальное, то оно пришло с Византии, помните, да? С Греции. И в Византии на Востоке в то время считали, что свето-представление, конец света, как мы говорим сейчас, состоится в лето 1492-е. Во всех книгах благослужебных это было написано, как бы, и люди в это верили, князь Владимир, все остальные в это верили, потому что им сказали, что так будет конец света. Но в 988-м это казалось очень далекой датой, то есть это очень далеко еще, как бы, и на наш век хватит. Но время-то шло, время-то приближалось неумолимо, и поэтому, как бы, вот ожидания были все более и более напряженные. И когда уже наступил 15-й век, то, конечно, ожидания были очень серьезные. И совпало, представляете, совпало. Пал Константинополь, значит, стал Истамбулом, значит, самый главный храм православия стал мечетью, как бы, и на Руси стали говорить, все, точно, конец света. Точно все, как бы, совпадает. Люди перестали жениться, многие выходили замуж. Монастыри пережили бум невероятный, люди хотели последние годы своей жизни, вообще, цивилизации прожить именно в обители, там, в молитвах, в постах. А летописцы пишут, и разбойные люди умножились, то есть все по-разному. Кто-то в молитвах, в постах, кто-то там решили под конец, знаете ли, кровушку пустить, как будто там, значит, там, вот прожить, значит, так вот, да, на всю катушку. Одним словом, ожидания были очень серьезные, и, ну, кстати, когда РУС приняла христианство, Киевская приняла с православия, с востока, да, но западные, западные христиане с этим не соглашались, что конец света будет в 1492-е. Даже Папа Римский и кардиналы западные обвиняли православных, тогда еще не было официального раскола, раскол когда произошел, кто помнит? Говорили вам об этом, нет? 1054-й раскол произошел, то есть это крещение было до официального раскола между Западным и Востоком. Но, хотя раскола официально еще не было, но, как бы, уже назревали все эти, как бы, конфликт назревал, уже были взаимные обвинения, уже были, ну, фактически раскол был уже, как бы, да, но юридически его еще не было, формально его еще не было, не было такого, как бы, ну, команды сверху уже, будем так говорить, политиков. И вот, значит, но, были некоторые несогласия, и одно из несогласий, это конец света. Нет, западные говорили, что он будет, но мы не знаем дня и часа, и нельзя ставить дату конца света. Но православные обычно говорили так, а мы не знаем дня и часа, мы лишь знаем год конца света, а день и час мы не знаем, то есть это на протяжении всего года, возможно, был конец света. Хотя, это было лукавство, потому что официально есть источники, утверждающие, что знали даже день, как бы, просто молчали. Говорили о празднике Благовещения, другие говорили о другом празднике, но ждали на празднике, одним словом. Так вот, но до самого конца 92-го года подъели все запасы, представьте, массово на Руси не осталось даже семян, потому что никто даже и не подумал, что может наступить 93-й год. А не сажали ничего, нет, некоторые сажали, но их осуждало общество, их считали еретиками, жидами, называли их там, или жидовствующими, наслушавшимся еврейской пропаганды. Потому что у евреев другой календарь, вот вы, значит, не верите, вы, значит, жиды, армяне, там, как-то еще обзывали, значит, там, последними словами, как и были приняты на Руси тогда, в то время. И вот, значит, и, значит, но 93-й год прошел, наступил 94-й год, 93-й год наступил, значит, и представьте, неудавшийся конец света на кого списали? На евреев, это все они, даже и Господь за них не пришел, представляете? Короче, все, виноваты евреи кругом. Ну, вот, значит, и начались инквизиции, ну, в общем-то, были бунты налодные, потому что реально, значит, цены на продукты поднялись невероятные. Закусок хлеба могли убить, голод был, страшный голод, ели все подряд и всех подряд. Вот, значит, хлебушек был только лишь у евреев или у тех неевреев, кто все-таки их считали еретиками, женовствующими там, кем-то еще, но которые все-таки ходили и сеяли, значит, ну, несмотря на укоры всех соседей на своем огороде, на своем поле. Вот, как бы, значит, но вот эта вот горстка людей, общества, они имели продукты питания. Начались бунты и, как бы, вот, по сути, обвинили в ересе как раз именно жудовствующих. Начались казни. Значит, и, кстати, в 1492 году все-таки произошел некий конец света, как бы, но не конец света, а открытие нового света. Помните, да? Христофор Колумб как раз, как ни странно, совпало, представляете? Именно в том самом 1992 году открыл Америку. Правда, он так и не понял, что же он открыл, но таки открыл. Знаете ли, приплыл в такую, как бы он считал, Индию и нашел там этих...